Уважаемая публика, настало время полутяжеловесов на ММА Сириес 16. Встречайте, в синий угол клетки я приглашаю бойца из России. Денис Валин! Итак, Денис Валин выходит на поединок. Представляет он клуб «Русич», Москва. Пять боев провел в карьере, однако на майке написано «Рот». Ну что ж, вполне возможно, что сразу за две команды выступает этот спортсмен. Боец с очень хорошим бэкграундом в ударных единоборствах, является кандидатом мастера спорта по боксу, кикбоксингу и рукопашному бою. Также является мастером спорта по панкратиону и становился чемпионом России по кикбоксингу. Пять поединков в карьере, четыре победы при одном поражении. Совмещает, кстати, свою бойцовскую карьеру с тренерской работой. Да, я все-таки поправлюсь. Нет, представляет только одну команду – клуб «Рот» Денис Валин. Добро пожаловать в синий угол клетки! Денис Валин! И в красный угол приглашается соперник, который представляет Киргизию. Встречайте, Аделет Ахматов! И Аделет Ахматов, его оппонент, две победы, ни одного поражения. В июле этого года провел поединок с Леонидом Бучаевым, которого нокрутировал в первом раунде. Также провел бой с Семеном Батовым, которого также в первом раунде отправил в нокаут. Очень опасный боец, нокаутер, что, собственно, и не мудрено. Все-таки полутяжелая весовая категория. Ребята большие, с хорошим сильным ударом. Добро пожаловать в красный угол! Аделет Ахматов! Уважаемая публика, я представляю вам участников схватки первым бойца, который стоит по правую руку от меня. Ему 25 лет. Его официальный вес на данный момент 93 килограмма 600 граммов при росте 183 сантиметра. Он представляет сразу два московских клуба. Рот и GM Promotion. Его профессиональный рекорд составляет 4 победы при одном поражении, но которая не сломила его, а закалила на победы еще больше. Встречайте, файтер из России, Денис Полин! И через клетку, напротив, его соперник, который выйдет на этот поединок из красного угла. Ему 24 года. Его официальный вес на данный момент 88 килограммов 400 граммов. При росте 180 сантиметров он представляет самый известный киргизский бойцовский клуб Шашкуч. Его профессиональный рекорд – две победы! Аделет Акватов! И рефери поединка, господин Шанс Александр, напомнит вам условия драки. Господа, это профессиональный бой, вы знаете правила. Не нарушайте их, активно защищайтесь на протяжении всего боя. Внимательно слушайте мои команды. Пожали руки по углам. Итак, Денис Валин у нас в перчатках с синей тейпировкой, Аделет Акватов в перчатках с красной тейпировкой. Первый раунд. Полутяжелая весовая категория. До 93 килограммов. Итак, начинаем. Сразу идет вперед Денис Валин. Пока что без ударов. Пытается так присыдковать. С разворота попробовал ударить навстречу Аделет Акватов. Неудачно. Да, потерял равновесие. Очень заряжен Денис Валин. Явно попытается сразить сразу соперника. И вот отступает, мы видим, отступает Аделет Акватов. Отдает пространство оппоненту. Но может взорваться в любую секунду. Попытался размашисто с правой руки пробить Денис Валин. Не получилось. И вот сейчас из клинча в такой силовой манере работает Валин. Да, Аделет Акватов попытался перевести бой в партер. Не получилось. Валин за счет, во-первых, более... Массивных габаритов. Да, габаритов своих. Удержался. И вот сейчас пытается контролировать соперника. Колени пробует использовать сейчас Денис Валин. Еще одно колено в корпус залетает. И пытается также отвечать Аделет Акватов. Подхватывает одну ногу Денис Валин. Что за этим последует? Пока что ничего. Аделет Акватов пытается вот так прихватывать за шею. Но вместо этого получается мощный амплитудный бросок в исполнении Дениса Валина. Позиция. Гард. Пытается Аделет Акватов ввязать своего оппонента. Но вот пока что не удается сдержать атакующий натиск Дениса Валина Аделету Акватову. Вот так вот словно бульдозер он пытается снести своего соперника. Да, Акватову сейчас, конечно, будет крайне неудобно удерживать Валина. Обошел защиту, смотрите-ка. Очень легко. Но ненадолго. Да, но при этом за счет массы, конечно, Валин будет доминировать над Акватовым. Здесь все силы отдал Акватов на то, чтобы просунуть руку и провести удушающий прием в стойке. Не получилось. И вот сейчас страдает от последствий перевода в партер. Ну и вот в первом раунде Денис Валин, конечно, делает такой большой упор как раз-таки именно на силу физическую. То есть вот за счет своей более выделенной такой природной мощи пытается он подавить оппонента и просто-напросто переехать. Ну и вот смотрите, сам просто поднимает... А, нет, рефери, видимо, рефери бойцов поднимает в стойку и дает возможность продолжать. И снова подхватывает Валин, пытается перевести на канвас, а Аделет пытается извернуться и выйти из этого захвата. Хотя, напомню, инициатором именно партера изначально был именно Аделет. Ну, как мы видим, Денис Валин комфортно себя чувствует и на ногах, и на канвасе. Особенно, почему бы не испытывать комфорт, когда ты сверху? И вынуждаешь оппонента защищаться. Да, прихватил Аделет. Обошел защиту, обошел, вышел на боковой контроль. Денис Валин. Но за этим ничего не следует пока. Пытается отжать руки своего соперника Денис Валин. Крутится, вертится Аделет Ахматов. И удалось ему встать на обе ноги. Вот интересно сейчас, сколько сил осталось у Дениса Валина, поскольку много, конечно, он сверху работал, и это энергозатратно. Конечно, сейчас есть время у Аделета немножко подвигаться по клетке и попытаться атаковать со стойки. Минута до конца. Мы видим, что и Валин не так уж активно работает первым номером. Ну, тут Аделет особую активность не проявляет и ждет, что же будет делать соперник. И, видимо, уже от этого исходить и работать исключительно в контратакующей манере вторым номером. Мне кажется, что Валин задышал немножко, задышал после партера. И вот тяжеловато ему сейчас, поэтому и не атакует. Однако, почему Аделет этим не пользуется, непонятно. Ну, есть такое ощущение, что Аделет тоже опасается своего соперника и старается, по крайней мере, в первом раунде сильно не форсировать. Сейчас неплохо, кстати, попал-то справа Аделет Ахматов. Есть возможность у Аделета забрать хотя бы концовку, но нужно атаковать. Да, и ты прав, Денис Валин действительно немножечко тяжеловато начал дышать под конец первого раунда. И такое ощущение, что решил он просто уже, как говорится, доработать, как получается, до сирены. И там уже немножечко поднабраться энергии в перерыве. Денис Валин Заканчивается время для перерыва секундантов. Просьба покинуть пределы клетки. Бойцы, на середину. Итак, у нас второй раунд очень тяжелого соперничества Денис Валин и Аделет Ахматов. Ну и вот снова Аделет отступает, прям с первых секунд, даже не почувствовав удар. Отходит назад. Уж слишком он, называется, респектует своему сопернику. Да, и вот сейчас Денис Валин в атаке так подзаваливался и никак его не встретил. Аделет Ахматов, у которого была достаточно выгодная позиция. Может быть, не успел среагировать на эпизод. А может быть, все-таки решил, наверное, не злить своего соперника раньше времени, не знаю. Вот, на мой взгляд, Аделету нужно максимально избегать таких борцовских... На гильотину сейчас пытается, кстати, выйти Денис Валин. И двигаться больше на ногах, активнее атаковать в стойке, постоянно смещаться и, таким образом, за счет скорости выигрывать бой. Потому что видно, что Валин потяжелее, что ему крайне некомфортно активно перемещаться и выбрасывать огромные удары. Мы видим, что он, в принципе, уповает на одиночные и делает акцент на то, чтобы сразить соперника одним ударом или в партере повалить и там уже удерживать. Со статистикой тут все хорошо у Валина, кстати. 18 ударов, да, и 5 всего лишь у Ахматова. Поэтому, конечно, Валину... Наверное, Валин будет удерживать стараться это преимущество. Но при этом у Ахматова есть пути и ключи к победе. Надо только ими воспользоваться. Я, кстати, не исключаю, что как раз-таки команда Аделета Ахматова разработала какой-то определенный стратегический план именно касаемо противостояния на длинную дистанцию. То есть не рисковать, заставить оппонента поверить в себя, вымотаться, вымахаться. И уже дальше, когда бой переваливает за экватор, пытаться набирать свое. Возможно, и такой был план. Ну, во всяком случае, пока такой план не особо реализуется. Потому что Валин не особо теряет сейчас силы. Он просто не выбрасывает удары. А Ахматов также их не наносит. Просто кружит над соперником. Так, конечно, раунды не выигрываются. Да, возможно, может быть, какие-то микроэпизоды и отдаются в жертву. Но, не знаю, может быть, где-то в концовке раунда Аделет Ахматов неожиданно взорвется и начнет работать какими-то мощными сериями. Или же что-то изобразить придумает Партери. Да, бывает так, что и настраивается на соперника несколько иначе и ждет от него активных действий. А при этом, видя, что соперник активно не идет вперед, не получается самому перестроиться. Такое тоже бывает у бойцов. Вот так подхватил одну ногу Денис Валин. Не стал обходить защиту. Сразу залез в гард. Ну и вот здесь, конечно, он максимально постарается проконтролировать своего соперника. Как в первом раунде за счет веса, массы. Однако вот отдает руку, как Ахматов здорово действовал здесь. Но Валин все прекрасно увидел. Легко свою же руку и вызволил из захвата Аделета Ахматова. Итак, Денис Валин по-прежнему работает первым номером. Пытается давить, прессинговать, бросать вот так вот мощно через руку. Но силы тоже не безграничны. Отдает пространство сейчас. Вновь Ахматов. Смотрим статистику. 14 точных ударов руками у Валина. И одно всего лишь попадание у Ахматова. Ну и вот что интересно. Да, конечно, безусловно, очевидное преимущество в статистических выкладках по выброшенным ударам значимым. И вообще любым техническим действиям у Дениса Валина. Но вот та ставка на силовую работу, которая была в первом раунде, она все-таки до конца не сработала. Пережил это все Аделет Ахматов. И постепенно второй раунд у нас истекает. Да, и здесь уже такого тотального преимущества, как в первом, у Валина нет. Ну, сейчас было неплохое, кстати, попадание. Ой, тяжело, тяжело-то дышит Денис. Да, очень тяжело. И видно, что все-таки вот этот вес, 93 килограмма, он больше наеденный у Валина, нежели натренированный. Можно было бы подсушиться и 84, как мне кажется. Да, тут уже, возможно, Денису Валину ничего придумывать не надо, а просто-напросто посушить концовку раунда. Ну, а Дилету, наоборот, нужно сейчас атаковать активно. Ну, и вот что сделал Денис Валин, он сделал тейкдаун. Тейкдаун и заработал себе техническое действие, и заодно, ну, в любом случае, так отдыхать приятнее. Второй раунд завершен. Согласно статистике, второй раунд тоже уходит Валин, но уже всего лишь в шесть ударов. А, нет, прошу прощения, на два удара, вот сейчас обновилось, на два удара Ахматов опережает Валина по второму именно рау. По попаданиям. Глобально еще ничего здесь не ясно. Другое дело, конечно, судьи, которые не учитывают статистику точных ударов именно компьютерных. Они сами ведут подсчеты. Секундантов просьба покинуть пределы клетки пальцы на середину. Секундантов просьба покинуть пределы клетки. Так, уважаемая публика, финальный раунд в поединке полутяжеловеса. Третий раунд. Третий раунд у нас начинается. Снова отдает Ахматов преимущество Валину. Активно, пока сам не работает, выжидает. Ну и Валин вновь поддавливает. Здесь можно попытаться перевести в партер соперника у сетки. Не стал этого делать Валин. Ахматов возвращается в центр. Напоминаю, у нас третий раунд. Он же заключительный. Продолжает напирать Денис Валин. Так, немножко попрыгал на обеих ногах. Раскидался, скажем так. Но ударов нет. Ударов нет со стороны Валина. Как и со стороны его соперника. Ну, оба выглядят, как говорят в бойцовской среде, наевшимися. Да, наевшимися в первую очередь функционально. А тут впереди еще целый раунд. И пока что, наверное, никто не хочет рисковать. Один, возможно, работает уже на очки. А второй ждет финиша, чтобы там уже выдать какой-то свой спурт. Опять же, я не оставляю мысли о том, что Делета Ахматова, возможно, какой-то хитроумный стратегический план против такого оппонента, как Денис Валин. Кстати, пока я рассуждал о своих видениях в этом поединке, очень плотный удар сильный выбросил Денис Валин. Правда, не последовало продолжение. То есть, не получилось из-за того какой-то серии. Ну, видимо, так вот прощупал возможности своего соперника в данном функциональном состоянии на текущий момент Денис Валин. Ну, вот попытка удара с разворота со стороны Ахматова. Ну, мало, мало, мало ударов. А вот так летящим коленом с разножки отрабатывал Аделет Ахматов. Ну, тоже не особо в цель пришелся этот удар. Как-то пока не видно стремления со стороны Ахматова выиграть этот бой. Просто идет так, как идет. И вроде бы смирился с тем темпом, который предлагает Валин. Не пытается переломить ход боя Ахмата. Вот мы видим, что отступает, когда надо. Понятно, что у Валина удар тяжелее, мощнее и опасается Ахматов. Но все-таки боец же все-таки вышел за победой. И хочется увидеть его хотя бы стремление. Вот справа сейчас неплохо. Ты знаешь, вот за счет того, что, ну, конечно, нам здесь легко рассуждать, но вот так, ой, с разворота в прыжке бьет Аделет Ахматов. Что интересно, почему бы Аделету Ахматову, тому же, да, не попробовать за счет своей, скажем так, сухости, более легкого телосложения, видя состояние оппонента, не попробовать его поизматывать, да, лишний раз побегать, вынудить поработать в холостую. Ну, честно говоря, сложно сказать. Ну и при этом, да, можно было бы сокращать дистанцию, несколько ударов наносить, уходить обратно-назад на безопасное расстояние. Но мы видим, что Ахматов слишком-слишком уважает. И уважает силу удара, прежде всего, у Валина. Да, 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 очень опасается. Ну и для Дениса Валина пока что все комфортно складывается на текущий момент поединка. То есть, в принципе, уже зная, что фактически стартует последняя минута в бою, нет никакой необходимости искать добра от добра, форсировать события. Лучше уже работать наверняка, работать на очки и спокойно доводить до логической концовки это противостояние. Я думаю, что Валин рано или поздно попытается провести вновь тейкдаун. У него две попытки и обе удачные. Поэтому почему бы не сделать это снова в третьем раунде и забрать таким образом все три раунда себе в актив. Мы видим, что вот Ахматов постепенно сокращает количество ударов, которые он нанес, увеличивает, а сокращает разницу в ударах. Ну и вот, да, тейкдаун. Как мы и говорили, в концовке снова Валин проводит тейкдаун. Будет контролировать последние 20 секунд соперника там. Ну и таким образом, лишний аргумент в свою пользу при вынесении субийского решения. Это эффективное техническое действие в концовке поединка. Стремление выиграть этот бой. И другие компоненты, которые необходимы для вынесения решения в твою пользу. Итак, давайте послушаем судьбу. Субтитры подогнал «Симон»! Бойцы на середину! Уважаемая публика, после трех раундов смешанных боевых искусств в этом поединке полутяжеловесов одержал победу и записал ее в свой профессиональный рекорд раздельным решением. Денис Валин! И все-таки Денис Валин выигрывает этот поединок, с чем мы его и поздравляем. И это уже шестая победа, простите, пятая победа в его послужном списке лишь при одном поражении. Интересно, что раздельным решением. Привет! Привет, всем! Привет, всем! У меня было очень тяжело. Это было очень тяжело после первого раунда. Ребята, обещаю исправлюсь, бои будут лучше, заканчивать буду быстрее, огромная благодарность руководителям моего клуба, Ян Санычу, Ивану Викторовичу, всем за все, также благодарность Алексею Коненко и команде GMG за возможность драться на этом турнире, не могу не отметить ребят, которые пришли меня поддержать, без вас бы я точно тут сдох и остался, ваша поддержка зарядила меня на победу, спасибо, всем за все. Денис Валин, победитель поединка. Денис Валин, победитель поединка.